Этот видеоролик я хотел бы начать с официального обращения к разработчикам лучшей игры всех времен и народов Raid Honeyebana Legends. Уважаемые разработчики, замечательной игрули Raid Куска Говна Legends, специально для вас я совершенно бесплатно смонтировал трейлер, который, как мне кажется, наиболее ярко и, главное, правдиво описывает всю суть вашей замечательной игры Raid The Lupa Legends. Надеюсь, он вам очень понравится и вы будете использовать его в своей рекламе. С уважением к вам и вашей игре, Отец Евген. Сейчас трейлер, а потом сразу видео. Поехали. Приготовьтесь, братики. Лютая дерьма. Отпись с тобой. Хуйня. Сданата. Рейд за лупа. Legends. Говнозор. Говно ебанное. Всем привет, братья и сестры. На связи Отец Евген. Прямо сейчас я установил игрушку, которую ты наверняка знаешь. Если ты смотришь YouTube, то ты просто не мог не видеть рекламу этой за луп. Разработчики Raid в прошлом году занесли всем существующим на планете русскоязычным блогерам денежку за то, чтобы они пиарили эту за луп. Браво. Четко. Я в игру не играл, честно, я ее запускаю впервые, вот прямо сейчас на твоих глазах запустил эту игрушку. Мы будем вместе с тобой на нее смотреть. И попробуем разобраться, почему все русскоязычные блогеры и даже нерусскоязычные так сильно пиарят эту игру. Ее уже скачала овер дохуя человек. И все говорят, что она топ. Все блогеры готовы жопу свою ставить на то, что эта игра охуенная. Ну давай проверим. Эй, Элэнь, кажется ты ему понравилась. Это ненадолго, я его сейчас разъебу, говорит одна из четверых наших персонажей. Так, мне говорят, что надо нажать на него. Нажал. И что? Угу. Вот это да, где ты научилась так стрелять? Да я в душе не ебу. Я просто нажал на этого орка, блядь, и он сдох. Четверо? Так уж и быть. Кто из вас подлецов готов умереть первым, ёпта? У нас нет на это времени, Этель. Сейчас я, блядь, вангую, с одного удара вынесу сразу четверых, блядь. Разработчики же гении, блядь. Сейчас по-любому с одного удара всех ёбну. На нахуй. Охуенно. Я не удивлю. Да, какой-то дракоша вылазит. Небольшая оговорочка, пацаны. Я играю на компе. Не хочу всяким мусором засорять свой телефон. Если игрушка топовая, я ее установлю на мобилку и буду в нее играть. Но если она говно, как этот Рейд Шадоу Эдженс, я играю в нее на компе. Оба на нахуй. Серьезно? Он сожрал одного из моих персов? А мне нравится этот зверь. Не самый удачный финал. Что будем делать? Нападаем вместе на счет 3. За телереза арбитра. Что он сказал? За телереза арбитра. Кто? За телереза арбитра. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ебашим дракона. Блядь, а почему игра сама играется? Мне вообще что делать-то? Просто смотреть на видео, что ли? Все? Дракон всех ебнул? Поставь лайк. Выберите первого героя. Я думала, что этим героям удастся победить. Но я ошиблась. Они не были готовы. Как королевство погибает от войн и раздоров. Нечестивые сторонники Сайрота распространяют тьму с востока на остальные территории. Да иди ты нахуй мне Элень эту хуйню читать. Так, я продолжу дело. И мне нужно, короче, выбрать, как я понял, одного из героев. Че, пацаны, кого выберем? Элейн, Каэль, Галик, Этель. Я выберу Орка. Да будет так. Ты мог прямо сейчас увидеть заставочку этой чудесной, охрененной, как говорят все блогеры, игрульки. Это был первый уровень, я как понимаю. Приветствую, воины. Это твой бассейн. Здесь ты можешь призвать и улучшить героев, которые будут сражаться с силами тьмы. Ага. Ты уже выбрал первого героя, но для этой миссии потребуется усилие команды. Используй загадочный осколок, чтобы призвать героев в портале. Загадочные осколки позволяют призвать обычных, необычных и редких героев. Чтобы призвать это, нужно отдать 500 серебряных монет. Кто нам выпадет? Вангуй какая-то хуйня. Отлично, ты призвал героя с сильной атакой. Давай посмотрим, как он покажет себя в бою. Перейди на карту. Нажал. Компания. Это замок Кейрок, место правления короля Тайбы. Твой путь начинается здесь. Слухи утверждают, иди нахуй. Так, ворота Кейроком. Залетаем. Глава 1. Мир между Кейроком и Аравией длился 11 веков. Пока король Тайба не начал кровополитную экспансию. Чтобы оплатить военные расходы, неужели он сошел с ума? Я думаю, да. Ролик очень был интересный. Прям кайфовый. Мы узнали часть сюжета, что кто-то там сошел с ума и устроил войну. И мы сейчас, видимо, будем эту войну предотвращать. Здесь можно посмотреть вражеских героев и выбрать команду для битвы. У каждого героя есть элемент, который делает его сильнее. Ага, сильнее духа, дух сильнее сила, а сила эффективна против магии. Сейчас у тебя всего два героя, возьми их в команду. Раз герой, два героя, всё. Начинаем. Ну, я надеюсь, геймплей в этой игрушке будет пиздатый. Потому что начало, честно, было какой-то хуйнёй непонятной. Эти указатели сообщают, насколько эффективен элемент твоего героя. Никого я выбирать не могу, я так понимаю, да? Ударить. Ударил. Меня тоже ударили. Ударим ещё раз. Убили. Охуеть, как интересно, блядь. Геймплей просто пушка. Смотри, нажал одну кнопочку, вторую кнопочку, и он убил его. Перебежали дальше. Ещё два перса. Раз, два, три нахуй. Умер. Критический шанс, оглушительная стрела, штраф, скорость. Охуенный геймплей, пацаны. Вот эту игру пиарят все блогеры. Все блогеры русскоязычного ютуба говорят, что эта игра просто топ. Рейд Шадоу Эджинс. Лучшая игра всех времён и народов, блядь. С охуенным графонем, с охуенным геймплеем, блядь. Смотри, вот эта вот игру, блядь, вот это топ. На нахуй, уби. Вот эпичные войны, блядь. Эпичные схватки. Такое, блядь, ни в одной игре не покажут. На нахуй, уби. Я просто сижу и смотрю, как мои персы расхуярили на изи просто шестерых врагов. Награда. Отличная работа. Ты заработал первый артефакт. Артефакты это специальные предметы, которые повершают параметры героев. Понятно. Кроме того, в каждом бою герои получают опыт. Когда герой наберёт достаточно опыта, он перейдёт на новый уровень и станет сильнее. Возвращаемся в Бастион. Зайди в коллекцию героев, чтобы надеть артефакт. Коллекция. Здесь ты можешь посмотреть своих героев. Героя можно надеть до шести артефактов. Выйди, выбери артефакт и экипируй героя. Давай. Наденем ему. Надеть. Видишь, герой уже стал сильнее. Более того, если собрать комплект артефактов, можно получить дополнительный бонус или эффект. Я понял, хорошо. Думаю, ты готов. Возвращайся в замок Ирок, сразись с баннеретами и найди короля Тайбу. Блядь, что за, блядь, за заупа нахуй. Реально, эту игру все хвалят, блядь. Все говорят, что она топовая. Но пока что... Вот я играю в нее уже сколько? Девять минут. И за девять минут все, что я сделал, это пару раз кликнул, блядь, на мышку. Это второй уровень, да? Нажимаю атаку. Бью. Супер. Нажимаю атаку. Бью снова. Убиваю. Охуенно. Какой стыд. Рекламщики у этой игры, конечно, боги. Ну как боги, блин. Они просто богатые. Потому что, чтобы вы ребят понимали, реклама Raid Shadow Legends стоит, блин, просто миллионы. Десятки миллионов рублей. Одна реклама у Николая Соболева, это примерно 3 ляма. Мы, когда ввели наш канал, второй канал на ютубе, для тех, кто не знает, я работал с ребятами из Казахстана, у нас был второй канал из E-Money, мы пробовали заказать рекламу у Николая Соболева, еще у некоторых блогеров. Так вот, у него одно упоминание в его видеоролике стоит от 3 миллионов рублей. То есть, просто, чтобы он прорекламировал Raid Shadow Legends, его разработчики закинули ему 3 ляма рублей. А я напоминаю, что у Соболева почти в каждом ролике, блин, есть реклама этой заупной игры. То есть, только на рекламу у Соболева они заплатили минимум 20 лямов. То есть, рекламная компания Raid Shadow Legends, это сотни миллионов рублей. И это пиздец. Это пиздец. И я больше, чем уверен, что отзывы у этой игрули в Google проплачены. Я уверен, что они проплачены и в App Store, и в Google. Потому что невозможно, чтобы вот эта вот херь, в которую я играю уже 11, почти 12 минут, кому-то нравилась. Я не знаю, что может нравиться в этой игре. Все, что я делаю, это надеваю какие-то непонятные хуйни. Слушаю вот эту вот арбитра за лупу и хожу на какие-то непонятные битвы. В которых все, что нужно делать, это, блядь, нажимать на ебаную кнопочку. Все. Все, что нужно делать. Я улучшил только что шлем. Улучшил его еще раз. Улучшил его еще раз. И улучшил его еще раз. Охуенно! Теперь ты готов. Не забывай регулярно улучшать героев. Я буду возвращаться к тебе время от времени. Обучение мы с вами прошли. Теперь мы можем посмотреть, что мы можем здесь делать. Обучение было такое себе. Пока что на данном этапе из 5 баллов я ставлю этой игре 0,5. Половинку от 1. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, сейчас мое мнение изменится. Награда сапоги. Если мы будем заходить 7 дней подряд, нам разработчики будут давать ништяки. Я только что забрал сапоги. Вот этого персонажа мне дадут, если я 7 дней подряд зайду в эту залупу. Не знаю, стоит ли тратить свое время и 7 дней подряд заходить в эту игру, чтобы получить вот эту вот зеленую чурку. Так, это вот мои 2, которые сейчас у меня есть на данный момент. У меня всего 2 персонажа. Один у нас редкий. Охуеть он, блядь, редкий. Ебать, с него игра начинается. Его любой, блядь, может выбрать. Пиздобовые, блядь, ебаные. Редкий, ага, редкий. Я просто зашел в игру, посмотрел ебучий непонятный ролик и получил этого персонажа. Охуеть он, блядь, редкий. Ой, блядь, необычный. Понятно. Здесь мы можем смотреть лут наш, экипировать персонажей, смотреть наших собственных персонажей. Еще у них, смотри, есть навыки. У каждого есть какой-то особенный навык. Таланты. Таланты я могу добавлять сюда, да, сам получается. Так, а что нужно сделать для того, чтобы открыть? 5 свитков для того, чтобы открыть адепт клинка. Атака плюс 75. Открыть 5 свитков. А у меня нет свитков. Мне их нужно купить. Так, купить свитки. Давай проверим. 800 алмазов нужно за то, чтобы купить свитки. А 800 алмазов нужно купить за 785... Что, блядь, не понял, подожди. У меня сейчас есть... А, у меня сейчас есть 15 алмазов. Мне нужны 800, чтобы купить. 785 этих ебаных рубинов мне не хватает. Что нужно сделать, чтобы их получить? А чтобы их получить, нужно, конечно же, блядь, задонатить. Давай посмотрим, что здесь стоит донат. Набор редких томов стоит 750 рублей. А что эти томы нам дают? Набор эпических томов уже 1500 рублей. Легендарный том 1890 рублей. А вот эти вот красные рубины, это игровая валюта, я как понимаю. Самый дорогой донат 7500 рублей. И это, нам разработчики говорят, лучшее предложение. Вы что, ебанулись? То есть, чтобы купить новую способность, мне нужно отдать 5 свитков. А чтобы купить 5 свитков, мне нужно 800 алмазов. А 800 алмазов стоит... Это сколько у нас они стоят? Они у нас стоят... Они у нас стоят... Блядь, 700... Охуеть! Это мне нужно 2000 рублей отвалить за это? Разработчики, да вы ебанутые, что ли? Это, блядь, официально самая, блядь, дорогая игра, которую я когда-либо играл. Так, что это за таймер? 5 минут до следующей награды, 2 минуты. Ага, через 5 минут я могу забрать награду. Если я буду играть в эту игру 180 минут, это 3 часа, для тех, кто не в курсе, мне дадут мешок золота. За 90 минут 20к серебряников, за 60 минут какую-то хуйнюшку зеленую. В этой менюшке мы можем посмотреть всех героев в этой игре. Телорийцы, 169 персонажей, здесь 110, 152 персонажа и Союз, 25 персонажей. В сумме получается 400 персов в этой игрушке. Каждого персонажа мы можем посмотреть, как он выглядит. Ну, они, по-моему, одинаковые, нет, блядь? Просто у них раскрасочка разная. Хотя нет, разные-разные, да. Легендарный персонаж, которого, конечно же, мы хуй с тобой получим. Либо, чтобы его получить, мы потратим овер дохуя денег. За этого мы тоже отвалим минимум 5 косарей рублей. Минимум, я хочу отметить, минимум. Максимум, тут можно, блядь, 100 тысяч оставить, чтобы их всех собрать. Блядь, все твердят, что здесь очень много крутых персонажей. Это игрушка просто коллекционная. Собирая персонажей, прокачивая их. Но, блядь, никто из этих ебаных блогеров не сказал, что для того, чтобы получить этих ебучих, блядь, персонажей, ты должен оставить здесь овер дохуя бабла. Сука! Почему вы не говорите об этом? Что эта игра, ебать, какая дорогая. Что она рассчитана на ебучий, блядь, донат. Задание, испытание. Здесь есть, смотри, задание. Призвать кого-то там забрать 5000 серебряных. А что я за серебряники могу делать? Так, я могу прокачивать за серебряники свои... Свой луд, получается, броню свою. Так, награда. Щит. Меч. Баночка пива. Тут у нас, что, награды за посещение. Ох ты ж, ебать, блядь. За 30 дней мне, смотри, дадут легендарного персонажа. Если я буду 30 дней заходить в эту ебучую игрушку, мне дадут вот эту вот девчоночку. Пока что нам за первый день дали 20 тысяч серебряных. Тут у нас есть какие-то новости. Я все прочитал, мне это нихуя не интересно. Здесь вот я могу призывать перса. У меня сейчас есть один осколок. И я могу кого-то призвать. Да? Получить необычного или редкого героя. Ну давай призовем. Посмотрим, кто нам выпадет. Вангую какая-то хуйня. По-другому быть не может. Ну конечно, блядь. Одноглазый долбоеб обычный. А чтобы был пиздатый персонаж, надо задонатить, блядь. Столько, блядь, кнопок. Столько, блядь, всего. Это просто пиздец. Задание. Я выполню какое-то задание, да? Ага, призвать героя духа. Забираем еще пять тысяч. Куда их, блядь, тратить? У меня уже 76 тысяч серебряных. На что их тратить-то, ебаный в рот? Амазон, Прайм, Герои, Предметы и другие. Ютуб. Я не хочу никуда заходить. Давайте поиграем, блядь. Я посмотрел рекламу Ильи Соболева. И мне сказали... Так, я получил еще какой-то камень. Смотри. Еще один камень. Давай призовем. Вангуя опять будет какая-то хуйня. Ну, блядь, по-другому и быть не могло, блядь. Еще один лучник, блядь, в компании нашей. Заебись. Ни, блядь, рыцарей, ни орков, ни эльфов, блядь, ни ебаных гномов. Никого, блядь. Только ебучие лучники, блядь. Я посмотрел рекламу Николая Соболева. Он сказал, что игруля заебись. Николай Соболев, у меня вопрос. В чем эта игруля, блядь, заебись? Хочу пиздиться. В бой. Погнали пиздиться, блядь. Компания. Ворота. Начать, блядь. Говножор. Говно, ебаный. Привет. Кто-нибудь скажите мне, почему эта игра так популярна? Смотри, пока я пишу, блядь, в ебучий чат, у меня там катка идет в автоматическом режиме, блядь. Мои персы просто ебашат. Сука. Почему она не отправляется, блядь? Я же пишу, блядь. Видимо, разработчики знают, что я их пытаюсь подъебать и не хотят отправлять мое сообщение в чат. Так, а где еще один мой персонаж? Его убили, что ли? Да, походу, моего второго перса ебнули. Орк, давай, ты справишься. Я верю тебе. Давай, давай, давай. Охуенный геймплей. Смотрим, как наш орк ебашит двухтелок, лесбияк. Уровень третий. Энергия макс, плюс три. Рубины, плюс пять. О, мне дали нового перса, необычный. Ну, хоть не ебучий лучник, блядь. Напиши, братьев, в комментариях, как тебе эта игруля. По-моему, геймплей у нее просто охуительный. Уже думаю кинуть донатик. Игра прям топ. Чтобы вы понимали, я сейчас просто сижу на кресле, пью чаек, и смотрю, как мои персонажи ебашатся. Пятая катка и локация абсолютно одинаковые. Все, что на них меняется, это фигурки персонажей. Все остальное, блядь, одинаковое абсолютно. Раунд три. Я уже играю 30 минут. Пока что мне все нравится. В скобочках нет, блядь. Игра полная залупа. Почему ее так пиарят? Ну, это понятно, блядь, почему ее так пиарят? Потому что у разработчиков овер дохуя бабуа. И они просто заносят всем. Я не могу представить человека, которому эта игра будет нравиться. Что тут может, блядь, нравиться? Из тебя просто выкачивают бабло. Здесь охуеть какой дорогой донат. Но это же уровень 5. Охуеть, я с каждой новой каткой прокачиваюсь. Боевой пропуск сезон 1 уже начался. Так, у этой игры, помимо дорогого доната, еще есть и боевой пропуск. Выполняя испытания боевого пропуска, зарабатывая очки и забирая невероятные награды. Ты можешь получить особых героев с редкими бонусами и штрафами. Уникальные аватары, бонусы и опыты, и также многое другое. Чем больше очков ты заработаешь, тем выше будет уровень твоего боевого пропуска. Боевой пропуск открывает доступ к особым испытаниям, в которых можно зарабатывать очки и получать уникальные подарки. Выполняй испытания, зарабатывай очки и повышай уровень своего боевого пропуска. Ты будешь получать новые награды с каждым новым уровнем. Существует две категории наград. Ну я понял, блядь, все как в папке, все как во фрифайре, понятно. Также есть испытания дня, испытания недели, ну все ясно, все ясно. И есть у нас награды обычные, это без доната. Я уже вот могу что-то, смотри, получить. И золотые награды, которые даются за донат. Для того, чтобы открыть, нужно купить пропуск. Ну давай ради интереса, блядь, посмотрим, сколько стоит пропуск. Охуеть. Пропуск стоит 1890, мать его, блядь, рублей. Даже в папке, блядь, в охуенной игруле. Папка реально охуенная игра. Вы с этим не можете не согласиться. Там охуенный графон, там охуенный геймплей. Пропуск стоит в три раза дешевле даже там. Здесь пропуск стоит почти два косаря. И это, блядь, обычный проб, прокачанный пропуск плюс, который, типа, дает 25 уровней сразу. 25 уровней, для тех, кто не понял, это вот это, вот. То есть ты можешь за эти бабки забрать награды до 25 уровня. Он, блядь, стоит, ебать, 3000 рублей. И что я получу за эти 3000 рублей, блядь? Ёбаные эликсиры, монеточки, 100 рубинов. Блядь, ну это же, блядь, бред. Боевой пропуск в этой игре не стоит своих денег. Так, больше наград. Сука, блядь, ёбаный в рот. Я играю в эту игру полчаса, и мне уже четыре раза предлагают, блядь, что-то купить. Да идите в пизду, я не хочу ничего покупать, блядь. Я зашел в эту игру чисто посмотреть, почему так она хайпит. И еще два загадочных осколка у меня есть, заебись. Откуда они у меня взялись, я так и не понял. Давай призвем сначала обычных героев. Первый. Еще один, блядь, лучник в нашей компашке, блядь. Еще один, нахуй, лучник. Пошел ты, нахуй, лучник. Дайте мне нормального, блядь, персонажа. Блядь, ёптвой рот. И еще, блядь, один лучник. Разработчики, у вас там что, с фантазией хуево, блядь? Возьмите меня в команду, я вам придумываю пиздатых, блядь, героев. Давай призовем необычного героя. Ледяная банши. Блядь, и снова, блядь, реклама. Набор новичка, блядь. Две тысячи рублей. Хочешь купить? Нет, я, блядь, не хочу эту хуйню покупать. Отъебитесь, разработчики, от меня, пожалуйста, блядь. Хватит мне предлагать донатить в эту ебучую игру. Дайте разобраться отцу, блядь, что здесь происходит. Давай попробуем, блядь, потратить наши серебряные монеты. Не зря же мы, блядь, их получили, правильно? Правильно, ёпта. На один уровень улучшаем. Ещё раз. И ещё раз. И, блядь, ещё раз, нахуй. И ещё раз, ёпта. Не знаю, что это мне даёт, но это очень интересно. Пока что, ребят, я играю в эту игру, я абсолютно не понимаю, что здесь происходит. Смотри, улетают бабки только так, блядь. Только будь здоров, улетают. Не удалось. Новый уровень. Не удалось. Не удалось, ёпта. Серебрянники просто улетают со скоростью света, смотри. 7 тысяч осталось, блядь. Всё, косарь. Всё, я отец Евген официально бомж, блядь. Охуенная игра. Охуительная игрушка. На нахуй разъебали одного. Разъебали нахуй второго, блядь. А нет, не разъебали, но сейчас разъебем обязательно, блядь. Это я сижу, типа, сейчас пью чаёк, смотрю на эту игру и комментирую всё, что в ней происходит. Охуенный геймплей. Плюс 5, блядь. Просто геймплей пушка нахуй. Мы прошли только что с вами первую главу. И она была очень, очень, повторяю, интересной. Разработчики, у вас просто охуенные сценаристы. От бывого великолепия Арнака не осталось и следа. Понятно, иди нахуй. Мультибой доступно 30. Я не хотел нажимать никакой мультибой. Так, подожди, тут уже, смотри, уже более сложные катки пошли. Надо выбрать четверых уже героев. Давай выберем. Кого выберем? Орка. Вот этого рыцаря. Вот эту вот хуйнюшку новенькую. И вот эту вот хуйнюшку новенькую. Начинаем бой, юбт. A few moments later. Первое впечатление от этой игры. Хуйня хуйней. Ну правда. Что в ней может быть интересного? Прокачивать шмот? Открывать новых героев? Ну может быть. Может быть кому-то это и нравится. Я не спорю. У всех свои заебы, свои интересы. Но лично для меня, эта игра отстой. Победа. Очередная победа. У троих моих персонажей новый уровень. Начнем еще одну катку. Это ж так интересно. Это охуенный геймплей. Просто пушка геймплей. Раунд первый изи. Второй раунд. У всех моих персов полное хп, блядь. Нам еще ни одного удара, видимо, не сделали. Все. Короче. Мы с вами только что прошли несколько каток. Заработали там рубины, золото, всякую хуйню. И снова. И снова реклама. Задонать нам, пожалуйста, отец Евген. Разработчики, идите нахуй. Я не хочу донатить вашу. Блядь, идите нахуй. Сука, у меня бомбит, блядь. Да вы, блядь, издеваетесь. Подводя итоги, что я могу сказать про Raid Shadow Legends? Ну, я думаю, вы видели все сами. Во-первых, да, действительно, эта игрушка одна из самых популярных на сегодняшний день. Но популярна она не потому, что она какая-то гениальная или интересная. А только лишь потому, что разработчики охуенные миллиардеры. Которые заносят просто астрономические суммы денег и знаменитым и незнаменитым блогерам. А те, в свою очередь, ее пиарят. Второе. Игра от и до построена на донате. Как ты можешь видеть, я в нее не доначу. И мне здесь уже спустя час игры делать абсолютно нехуй. Кроме как проходить абсолютно неинтересную кампанию. Делать что-то другое в этой игре я не могу, если в нее не задоначу. За час игры нам предложили больше 10 раз сюда задонатить. Игра построена полностью на донате. В-третьих. Абсолютно неинтересный геймплей. Что интересного в этом геймплее? Ты просто сидишь и смотришь, как твои фигурки ебашатся. Все. Весь геймплейн выстроен на этом. Кому это может понравиться, я честно не знаю. Если кому-то из вас эта игрушка понравилась, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Потому что я очень сильно хочу посмотреть, как выглядят люди, которым эта подзалупная хуйня может нравиться. Блядь. Но это же просто отстой. Что тут можно делать? Это просто... Блядь. Я играю в нее уже чуть больше часа. И это был самый бессмысленно потраченный час в моей жизни. Короче, ребята. Raid Shadow Legends официально говно. Но она попадает в мою постоянную рубрику Говнозор. Та самая рубрика, где мы с тобой смотрим на игрушки, которые не стоят своих денег. Да, Raid Shadow Legends это бесплатная игра. Да, у нее много положительных отзывов. Но, зайдя в нее, если она тебя хоть чем-то, блядь, зацепит, ты гарантированно оставишь здесь свои бабки. Минимальный донат в этой игре, я напоминаю, 300. Сколько, блядь, 300 от сосил тракториста, блядь, рублей? Даже не 300, а 379. Это минимальный донат. И за этот донат все, что ты получишь, это 175 ебучих рубинов. А за эти рубины ты сможешь сделать нихуя. Самый дорогой донат 7500 рублей. И это пиздец, какие большие суммы для этой игры. Красная цена. Самому дорогому донату здесь 300 рублей, не больше. Самый дешевый это 10 рублей, эти рубины должны стоить по 10 рублей. Ну реально же, ну реально, это не стоит своих денег. Ну ебаный в рот, за что? За что вы просите такие астрономические, блядь, суммы? Пиздец, просто пиздец, вы посмотрите. Господи, у меня бомбит, у меня просто горит пердак, блядь. Как мне кажется, на данный момент Raid Shadow Legends это самая неоправданно распиаренная игра. И все блогеры, которые пиарят эту хуйню, ебаные пиздобовые, которые свою аудиторию наебывают, говоря, что это круто, что эта игра топ. Нет, блядь, это не топ. Это одно и то же, что пиарить, блядь, ебучие ставки на спорт, блядь. Люди, которые заходят в нее на 99%, если она им понравится, не обязательно оставят здесь бабки. Вы, пиаря эту хуйню, просто сподвигаете своих школьников-фанатов на то, чтобы они оставляли бабки с ебучих обетов здесь. Ну нахуя? Лучше донатьте, блядь, отцу Евгену, нахуй. Это будет полезней. Куда полезней, чем донатить вот в эту заупу. Все, блядь, у меня на этом. Все. Raid Shadow Legends это говно. Но, если ты согласен с моим мнением, ставь лайк под этим видео и пиши комментарий, как тебе эта игруля. Стал бы ты в нее играть, или ты уже в нее играл, или ты прямо сейчас в нее играешь. И обязательно напиши, залупая это или нет. Я думаю, что это ебучая параша. С тобой был отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Говнозор. Говно ебанное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...